Шоу-бизнес это то понятие, которое у нас в Беларуси быть не может. Что значит шоу. Что у нас нет таких площадок. У нас есть одна площадка в Витебске, но она уже стала неинтересной. Мы не стремимся попасть ни работать, ни участвовать в каких-то концертах. А концерты были очень интересные. Кто у нас выступал на этих площадках, даже представить невозможно. А эстрада началась, белорусская эстрада, она заканчивалась на Улявине. Сегодня у меня в гостях человек, который не нуждается в представлении. Мне кажется, его знают все. Но как часто бывает в таких случаях, о том, какой он на самом деле, не знает никто. Сегодня постараемся узнать его получше. У меня в гостях народный артист, дирижер, профессор, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг. Доброе утро, Михаил Яковлевич. Вы родились в многодетной семье? Да. В детстве вы играли на скрипке? Играл, учился на скрипке. А вот уже в консерватории вы играли на тромбоне. Да. И почти 25 лет вы проработали в цирке. 25 лет я был главным дирижером Минского цирка. Вы работали в программе «Угадай мелодию». Да, это я пришел в эту программу с очень интересными людьми. Продолжаю с ними дружить по сегодняшний день. Это замечательные люди. Это люди, которые украшают нашу землю. А также работали в «Песне года». Ну, песни года очень много. Это уже очень много программ. И продолжился там почти со всеми знакомыми и незнакомыми людьми, и с которыми тоже сейчас продолжаю дружить. И вы были первым белорусом на Евровидении? Да. Это был первый фестиваль, в котором принимала участие Россия. И я принимал, именно как российский человек, принимал участие в концерте Евровидении. Вы любите красивые и модные вещи? Безусловно. Я люблю красивые вещи, люблю красиво одеваться. Ваш рецепт оптимизма – это высыпаться и заниматься физической культурой? К сожалению, я не высыпаюсь никогда. Я в 7 утра уже на работе. Обычно вы просыпаетесь в 5 утра? Обычно в 5 утра. И неизменно, вот уже в течение 40 лет на завтрак у вас чай и овсянка на воде без соли? Ну, конечно, я кушаю очень осторожно. А также вы не курите и не употребляете алкоголь? Я, когда служил в армии, я курил по две пачки примы белорусской, которую в Гродно изготавливали. Сейчас я такое не знаю и знать не хочу. И вам рекомендую никогда не курить. И вот уже более 30 лет у вас нет заместителя? Да, я работаю один. А вы объявляете музыкантам выговоры? Вы знаете, я выговоры вообще у нас нет системы выговоров. Моё замечание – это есть выговор. Вы считаете, что опыт гораздо важнее, чем высшее образование? Вы знаете, и высшее образование очень необходимо. Без высшего образования всё это не музыкант. Спасибо. Блиц окончен. А теперь давайте поговорим обо всём более подробно. Михаил Яковлевич, вы пятый ребёнок в семье. Ну, как обычно, к самым маленьким относятся снисходительно, балуют их. У вас в семье тоже было так? Не было времени, когда баловать, потому что я очень рано стал заниматься музыкой. Стал музыкой заниматься очень серьёзно. Но не всё у меня получалось. И не всем я нравился. Я поступал в музыкальное училище восемь раз. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Ну, что мы родили? Я родился в белорусской деревне под городом Мозырев. Жили мы в деревне Мелешковичи такая была. Мой папа был простой рабочий, мама простая работница. Они сеяли картошку, сеяли то, что можно было посеять. Они растили своих детей. Я учился в простой школе и в простом городе. Сестра, она была чуть постарше. Она немножко давала какое-то образование, как можно было в сельском месте. А вот брат у меня был очень образованный. Он окончил два института и два с отличием. Он был военный прокурор. Я смотрю, что ваши родители стремились дать детям образование. Ну, это так все хотели. Жили мы очень скромно. Вот мне мой брат служил в городе Иркутске. И помню, как он на 1 мая привёз в Мозырь маленький баянчик. Это было что-то такое непонятно. Я стал немножко начинать учиться, и сложно было. Но я изучил один инструмент, второй инструмент, третий инструмент. Вы самостоятельно изучили, да? Сам, сам, да. А вот этот баянчик, он, наверное, и стал тем первотолчком? Да, ну, там жил у меня на квартире, у нас жил один музыкант. Он был уже в возрасте. И он часто приходил, играл похороны. Он приходил и вынимал этот инструмент. И что такое дудел-то мой? Я старался перенять это. Ну, конечно, не помогал, потому что нужно было приобрести абсолютный слух. Что у меня впоследствии получилось? Я с абсолютным слугом прожил всю жизнь. Я этим очень горжусь и очень-очень дорожу, потому что без абсолютного слуха музыканта быть нельзя. Я понимаю, что вашим родителям, наверное, было очень сложно купить вам какой-либо музыкальный инструмент. Да это брат уже был, он был военный, понимаете. Он служил в армии уже. Вот я ему говорил, что в Курске. А потом уже в городе Иркутске. Они были немножко по стране, чуть побогаче. Конечно, они нам все купили. Кто из родителей первый заметил у вас музыкальные способности? Очевидно, никто не заметил. Да и я сам не мог заметить. Я просто был сельским мальчишкой. И все. И не более того. Я полюбил музыку. Я услышал, как эти отдельные звуки, что из них можно сложить, как можно что-то придумать. Но это было только начало. Начало. Я все пошел потом учиться. Потом случилась беда такая музыкальная. Я захожу в музыкальную школу в Музыре. И я на скрипке подобрал одну песенку, которая раньше была такой композитор. Радыгин. Это российский композитор. И он рэ-рэ-соль-фа-фа-ми, рэ-рэ-си-ля, рэ-рэ-соль-фа-фа-ми, рэ-рэ-рэ-до. Такая песня. Ее знала вся Россия. Но я сыграл. Сразу убегает ученица. Он слухач. Он подбирает по слуху. И меня тоже выгнали с музыкальной школы. Вот первый раз моя осечка произошла. А в чем же крамова? Нельзя играть по слуху. Было такое время. Понимаете как? Нельзя. Все, тебя в угол. И вот так пошло время. Пошло время. Я потом стал ходить в Дом пионеров, который сейчас находится в городе Мозырь. И потом я поехал служить в армию. В армии военный оркестр. Приехал один музыкант. Его фамилия была Титар, как сейчас помню. Он композитором стал. Учился в Московской констерватории. И он мне говорит, я тебя устрою в констерваторию. Я какую констерваторию? Я такое слово говорить не умел. Вот. И он подошел и написал мне письмо. И написал письмо. Вы не думаете куда-нибудь, а сразу министру обороны СССР. И чтобы меня перевели в Минск. В оркестр штаба БВУ. И что вы думаете, меня перевели. И потом я пошел в констерваторию поступать. А родители вашим успехом успели порадоваться? Я не знаю, сесть в первый ряд зала и посмотреть, как любимцы они дирижировали? Вы знаете, тогда музыки никакой, музыки как такой еще не было. Им казалось, что она есть. Какие-то появляются мотивчики. Но они не были готовы и к этим краям, в которых уже жили люди. Это люди, которые пришли с войны в основном. Это люди, которые обожали своих военных. И я стал любить военных. Это все для меня. Армия, это все, что я получил. Я им очень благодарен, всем этим военным людям. Я знаю, что вы поступали в музыкальное училище 8 раз. Я не хочу сказать, что я уже был готовый, меня не принимали. Немножко обижали. Было и такое. Мне просили что-то исполнить или что-то сыграть. Я еще только голову хотел повернуть, там уже стояла двойка. Я понимал, в чем дело. Я был неглупый парень тогда. И все-таки вы проявили настойчивость, закончили музыкальное училище и поступили в консерваторию. С первого раза. Я поступил в консерваторию, поступил в аспиратуру. Окончил все виды образования, которые есть у нас в Советском Союзе. Они очень, очень серьезные. Они очень важные. Михаил Яковлевич, в вашей жизни было много интересных, незабываемых встреч с великими людьми, исполнителями. Вы были знакомы с Владимиром Мулявином. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? Да вы знаете, так просто. Я поднимался, я уже работал в цирке, и поднимался в дом офицеров белорусскому. Поднимаюсь, стоит парень, и он на гитаре играет. А я иду, шагаю по Москве. Но я вижу, он играет такие правильные аккорды. Сразу заметил, что это прекрасный музыкант. Он приехал ко мне в оркестр, где я расплавляюсь на Площаде Победы. Я говорю, Миша, выручай. Я говорю, что случилось, Володя? Он говорит, весь оркестр мой отказался ехать со мной на закладку звезды. Они отказались, они уже поругались-то. Он попросил меня, чтобы я заменил наш оркестр тем оркестром. И мы весь оркестр сдал согласие, и мы тут же уехали в Москву. Без подготовки, без ничего. И сыграли полных два концерта. Когда я видел такое слово, Владимир Мулявин, весь зал встал. Я это на всю жизнь помню и буду помнить. Благодаря цирку вы познакомились с Олегом Поповым, Игорем Киевом. Какие у вас с ними сложились взаимоотношения? Ведь в советское время они были мегапопулярны. Я проработал со всеми лучшими артистами цирка. Олег Попов, я с ним проехал полмира. Полмира, и он был клоуном. Мы были в Польше, мы были в Югославии. Ну, я не знаю, где мы не были. Все, проехали все. Вам сложно было найти общий язык с ними? Вы не поверите. Каждый день в цирке начало программы. Это веселье. Премьера, это веселье. Ну, провожает кого-то это веселье. Но мы все любили друг друга. Были хорошие времена. И колбаса была очень интересная. Вы с большой теплотой отзываетесь об этих людях, которые были в вашей жизни. У меня такое впечатление сложилось, что вы умеете ценить дружбу. Ну, это же самая главная дружба. Самая главная. И семья, и это дружба. Это самое ценное. Не все это понимают в первой половине жизни. А многие не понимают вообще. Михаил Яковлевич, откровенно, вы умеете дружить? Вы знаете, я человек, который не любит неправду. Я человек, который не прощает ложь. Чего вы никогда не простите даже другу? Предательство. Предательство. Идет прямо через дорогу и издает тебя так, что мало не показывает. Вас в жизни предавали друзья? Ну, люди же бывали разного возраста. Может, ошибочно. Но я злость ни на кого не держу. Я люблю всех. Это мои ребята. Вот. И сейчас вот я уже в возрасте нахожусь. Сколько мне еще и сейчас помогают. И я благодарю всех этих людей. Они замечательные люди. Что бы я делал без этих людей? Ничего бы я не сделал. С кем из артистов вашего оркестра, нынешних, уже как бы ушедших из оркестра, вы продолжаете поддерживать отношения? Я с ними, со всеми поддерживаю взаимоотношения. Мы дружим. Вся молодежь, которая есть у нас в оркестре. Я с ними дружу и очень горжусь, что они работают у нас в оркестре. Кем из нынешних или уже прошлых артистов вашего оркестра вы гордитесь? Первая, это, конечно, певица Тамара Раевская. Ветеран нашего вокала. И она сейчас еще поет. Поет красиво, поет хорошо. А кого из нынешних артистов вы могли бы выделить? Ну, сейчас много есть талантливых ребят, но поменялась музыка, поэтому очень сложно сейчас говорить и сравнивать все. Музыка абсолютно поменялась. И надо сказать, что не всегда в лучшую сторону. Но я рад молодежи. Пришел парень молодой, работает в оркестре, Егор Шаранков. Я вижу у него большое будущее. Он сейчас поет так, что надо уметь послушать только, а не делать в первую очередь оценку. Просто мы наслаждаемся парнишкой. В Блице вы сказали, что объявление выговоров – это не ваш метод. Куда им еще давать выговоры? Они маленькие еще. Я стараюсь не наказывать. Я стараюсь их очень сильно любить. Стараюсь. Может, не всегда получается, и да Бог меня простит. Я их люблю так, пускай они меня так любят. Вот и все. И все-таки за какую провинность вы могли бы уволить человека? Первое, у нас в оркестре нет пьянства, чтобы вы это знали. Никогда никто не приходит на работу выпивший. Это категорически неприемлемо. Это разговоры быть не может. Вы принципиально не создаете в коллективе, ну, скажем, любимчиков? Нет. Нет. Это ваш принцип, да? Я помогать помогаю, помогаю. По многим вопросам. Бытовым вопросам, учебным вопросам. Я помню, один человек из Минска, он сейчас поет в одном ансамбле, он представляет себя интересным исполнителем, он пришел, и у него нужно было сдать 27 экзаменов сразу. 27. Я пошел, сдал. Понимаете, потому что я знал, что он очень интересный исполнитель. Сейчас, может, он переживает, но я сдал это. 27 экзаменов. Александр Саладуха, как-то вспоминая о своей бытности в вашем оркестре, сказал, что вы уволили его по статье «Проф. Непригодин». Во-первых, Саладуха не проходил эту статью, потому что его не было уже в оркестре. Это первое. То есть это его вымысел? Это вымысел. А его мы взяли в оркестр не по моему предложению, а был такой дирижер Арбелян. Подойди в ресторан, там поет интересный певец. Я подошел, я увидел, но мы в оркестре не сумели этого человека приспособить, потому что он был неграмотный. Надо закончить сначала консерваторию. У нас пел уже Ядя, Саша и остальных пять человек, которые имели высшее образование. А Ядя имела два образования. А Игорь Михайлович имел, лучшим, три образования. Ну что еще он же говорит? Я же не говорю, кто лучше, кто хуже. Работаешь, работай. Но порядок надо соблюдать. Я же соблюдаю порядок. Так надо другому соблюдать. Я знаю, что вы не любите говорить о современном шоу-бизнесе и главным образом из-за использования фонограммы. Фонограмма – это наша беда. В чем ее беда? Что человек не растет. Он чужую запись перенял, сыграл, а называют, что это поет Петров, Николаев, Сидоров. Тогда как вы можете объяснить успех Ольги Бузовой, которая поет исключительно под фонограмму и при этом собирает аншлаги? Она может использовать, может как хотите использовать, но вы возьмите певицу, которая поет под фонограмму и которая не поет под фанеру, а думает головой. Таких немного, но они есть. И это те люди, которые у нас остались уже в небольшом количестве. А почему, на ваш взгляд, в общем-то, использование фонограмм не прекращает? Ведь можно же какое-то постановление? Да потому что она учится музыке. А чтобы научиться музыке, надо много знать. А чтобы много знать, надо все время учиться. Учиться, учиться и учиться. Я понял, на первом месте это деньги. Понимаете, учиться, учиться, если только деньги, это еще мало у кого получается только за деньги. Но надо много знать. Я работал программой «Угадай мелодии» много лет, 13 лет. Вы поймите, мы играли все живем. Это очень сложно. Присоединяйтесь к нашему веселому отряду, отряду меломанов, музыку в массы, товарищи. Пора начинать сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Вы были первым белорусом на Евровидении. В 95-м году вы ездили в Дублин с Филиппом Киркоровым. Я ездил в Дублин, и там готовился фестиваль, который был потом в следующем городе. И я с ним очень подружился. Это прекраснейший музыкант. Это прекраснейший музыкант. Это тот человек, у которого можно учиться музыке. И папа его прекрасный музыкант. И все московские музыканты, они очень, очень серьезно обучены. Понимаете? Я был с ним там 10 дней и работал с иностранным оркестром. И хочу сказать, что я очень многому тоже там научился. Sort of footballer with make-up. That's Valerie, the conductor. Glam rock arrives at the Eurovision from Russia. Who said the medallion was dead? Ты угрюмый великан, Ты не дремлющий вулкан, Отрекись от войны, Не ротай, не тишины. В одном из своих интервью вы сказали, что после вашего возвращения до сих пор никто не поинтересовался мнением об этом конкурсе. Вам хотелось поделиться этими впечатлениями, которые вы испытывали? Если меня спросили бы, я бы рассказал бы. Понимаете, я провожу мастер-класс в Москве, я провожу мастер-класс в Кёльне, провожу мастер-класс в других городах. Я с удовольствием, но если не приглашать, я же не побегусь. Понимаете как? А здесь любую, вот вы там называли пару имен, он три ноты знает, но уже все, съезда. Одно слово заменяет сейчас. Какие рекомендации вам бы хотелось дать? Заниматься, заниматься и заниматься. Иметь прекрасный слух. Еще хотелось бы спросить вас о фестивалях в Витебске, о фестивале Молодечной. Вы стояли у истоков этих фестивалей. В последнее время очень много критики в адрес этих фестивалей. Что, на ваш взгляд, необходимо изменить, чтобы поднять фестиваль? В первую очередь, этого фестиваля уже нет. Понимаете? Молодечный вы имеете? Молодечный он мог бы быть, но его пока еще никто не спрашивал. В этом году, например. Фестиваль, который на Славянский базар, вы меня прости, в прошлом году привезли московский оркестр, который непонятно, что играл и когда играл. А мы же работали со всеми звездами, со всеми звездами. Только живем. Только живем. Точка. Все. Насколько важно для вас соответствовать каким-то современным тенденциям. Как вы это доверяете? Только соответствовать. Если не будешь соответствовать, надо уходить. А самое главное, что надо опыт иметь. Опыт – это такая школа, которая нигде не прописана. Признайтесь, почему у вас в оркестре вот уже в течение 30 лет нет заместителя? Мне заместители мешают. Мне заместители. Хотя я их всех люблю, обучаю, уважаю и так далее. Я люблю людей, которые работают. Те, которые приходят, там забрали первую зарплату, вторую зарплату, третью. Дальше не знают, что же делать. Мне это неинтересно. Вы могли бы как-то переложить часть каких-то своих обязанностей? Я мог много чего. Понимаете, я и делаю. Я уже одному молодому парню показал его, что он может попробовать дежуром быть. Но пока вот сейчас смотрим, как это будет получаться. Время нужно. То есть в этой ситуации вы, пожалуйста, предлагаете, если увидите достойного человека? Есть и имеет образование. Достойное образование. Обязательно. Без образования я не рассматриваю. Вопроса близко здесь быть не может. Вы берете отпуск обычно на 7-8 дней. Чем это обусловлено? Ну, я раньше ездил в санаторий, там был хороший санаторий, я ездил в санаторий, и оттуда убегал обычно. Вот сейчас уже нет ни одного такого санатория. Плюс этот вирус, или как правильно называется, я не стремлюсь куда-то ехать. Мне здесь пройти по хорошей улице, по хорошему городу, это интереснее. Кстати, как вы отдыхаете? Отдыхаюсь, спокойно отдыхаюсь. Прогулки? Прогулки утром. Я знаю, что вы по 3 километра где-то проходите. Раньше бы хотел, сейчас, к сожалению, нарушаю. Ну, такой блок вопросов, он касается, ну, немного вашей личной жизни. Я одинокий. Я живу один. Все. Больше ничего сказать не могу. Что еще нужно? Вы сожалеете об этом? Я разведен. Я не сожалею. Я правильно только сожалею, что я это сделал. Надо было сделать в начале жизни, а не в конце. Какие у вас взаимоотношения с сыном? Никаких. Вы даже никак не переписываете, созваниваетесь совершенно? Нет. Потому что я ему не разрешал никуда уезжать и был против этого. То есть это вы были таким? Это я был против этого. Сколько лет это уже продолжается? Это уже лет 20. А кто для вас сейчас самый близкий человек? Самый близкий человек, он есть, но я еще пока не имею права произнести эти слова, потому что надо спросить у этого человека, он будет согласен на это произнесение. Я не хочу этого человека подвести. А у вас ходят слухи, что вы несметно богат. Это слухи ходят. Пускай ходят слухи, но у меня есть сберкасса, наша сберкасса белорусская, там четко написано, что я имею. Михаил Яковлевич, наша программа называется «Смысл жизни». В чем он для вас? Смысл жизни, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были симпатичны, чтобы у нас дома все было хорошо, чтобы у нас был мир на земле, и чтобы мы добились таких успехов, которые ждет от нас вся страна. Спасибо за беседу. Это был «Смысл жизни» народного артиста Михаила Фингерля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова